Уж не знаю, пишут ли сегодня в школе сочинения на тему «Как я провел лето», но по крайней мере у сотни ребят выйдут приличные приключенческие рассказы. Итак, 19 июля на турбазе «Мухинка» стартовала очередная образовательная смена, на этот раз «Пираты Карибского моря» организует ее международный лагерь «Лингва-лидеры». Сегодня в студии автор образовательных языковых смен Юлия Латыпова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что за программы «Пираты Карибского моря»? Они уже при загрузке в автобус погружаются в игровую ситуацию. Там у нас приедет сам Дэвид Джонс, и он, так скажем, у него цель поработить тех пиратов, которые пришли, чтобы они у него на голландце отслужили 100 лет. 100 лет — это 10 дней? 100 лет. Ну да, 10 дней. Но наша задача остальных пиратских баронов — дать пиратам другую альтернативу, то есть уйти из-под влияния Дэвид Джонса и провести время по-другому. Стоимость пребывания в вашем лагере за 10 дней сопоставима со стоимостью трехнедельного пребывания в обычном оздоровительном лагере. Родители некоторые думают, наверное, что это дорого, но есть отличия определенные, вы называете это, конечно, плюсами. Какие плюсы у вашего лагеря? Плюсы — это, во-первых, то, что дети не уезжают далеко, не уезжают за границу, то есть тут всегда есть возможность приехать, увидеть, чем дети заняты. То есть у нас обязательно планируются дни встречи с родителями, когда сами родители могут приехать и активно вместе с детьми наравне принять участие в мероприятиях, которые специально для них будут сделаны. Но главное — языковая, да? Но главное, конечно, языковая составляющая, то есть это полное погружение в языковую среду, то есть наша задача, чтобы дети заговорили по-английски, чтобы они в первую очередь начали понимать то, что они говорят, и начали общаться на языке. Будет еще китайский? Китайский у нас в перспективе. Да, потому что у нас на сайте уже висит. Да, 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 но в перспективе обязательно будет. Ну, наверное, это такая действительно хорошая замена поездки куда-нибудь, например, в лагерь, который находится на территории Китая. Да, и это экономная замена вот с точки зрения... Да, минус дорога. Уровень языка, который требуется от детей? От самых маленьких детей. Да, вот я думала, что вы там... Если требуется какой-то уровень, это будет... У нас исключительно игровой подход, то есть дети в игре уже учатся понимать английский язык, и они... Ну, это метод погружения, то есть мы, когда приезжаем в другую страну, мы можем и вообще не знать язык, но потом через некоторое время вы сами начинаете там улавливать какую-то интонацию, да, вот особенно если незнакомый язык. И многие люди говорят, что они уже начинают там... Вот буквально несколько дней проходят, и они говорят, что всё, понятно. Какие-то фразы, слова понятны абсолютно. Наверное, даже сторож лагеря рассказывает, разговаривает на английском. У нас начинают говорить на английском диджей, которые... Это же интересно. Да, то есть вот люди, которые там физруки, плавруки, то есть... Они ещё и купаются, у вас там бассейн. Да, обязательно. Ну, в озере у нас купаются. А, в озере. На Мухинке есть озеро, да, есть. Конечно, на Мухинке, да. Чудесное озеро, красивое. Как вы выбираете темы для смен? Вы же являетесь автором смены, пишите их не только для Амурского, Благовещенского лагеря, но и Хабаровских лагерей, такие, например, как Созвездие, Океан, известные. Ну, всё зависит от, во-первых, популярности какой-то темы, во-вторых, у меня есть дети, на которых я смотрю, что им нравится в первую очередь. Они тоже соавторы, получается, такие. Ну, в этом плане, в плане выбора, тематики, вот, да, я уже точно знаю, что вот они у меня потребуют Gravity Falls, например. Ну, я не знаю, знаете ли вы такой сериал детский, но дети от него просто в восторге. Вот, посмотрим, это может быть... Скоро игру престолов. Я ещё секрет открыла, но... Игру престолов. Игру престолов, нет, ни в коем случае. Я думаю, что детям такое всё-таки слишком будет рано. Вы уже проводили и по Гарри Поттеру, да, смены, там, ещё другие были в Благовещенске, на Мухинке. Это, я так понимаю, единственный пока лагерь рингвалидов на Дальнем Востоке. Да, это уникальный лагерь, да. Вы его позиционируете как развивающийся, да, проект. Что говорят дети об этом лагере? Какие отзывы? Дети в восторге. Вы знаете, они потом настолько заряжаются этой энергией, мотивационной именно. У нас девочка, которая впервые приехала там ещё на Средиземье, допустим, она потом приехала на следующую смену с совершенно другим уровнем языка. Она у нас начала петь по-английски, то есть она занималась вокалом, но пела только по-русски, да. После того, как съездила на смену, у неё вся комната уже обвешана там этими словами, она запоминает язык. Ну, то есть она начала сама работать над своим уровнем английского языка. Хорошо. Каков уровень подготовки преподавателей? Потому что мы сейчас родители всех своих детей куда-то отправляем на какие-то занятия в языковые школы. А вот ребёнок приехал и говорит, ну, там что-то не очень. Не бывает такого? Ну, вы знаете, у нас исключительно подготовленные вообще преподаватели. Они в стих же школы, да? Со знанием английского языка, то есть причём современный, хороший такой основательный у них язык, подготовка, да. И причём мы ещё готовим команду в течение года, то есть мы обязательно собираемся, проводим какие-то верёвочные курсы для команды, игры на сплочение. То есть вот сейчас мы заезжали раньше, то есть на день, на два раньше мы заезжаем, мы прокачиваем команду. То есть если кто-то от нам вливается ещё новый, да, мы обязательно делаем так, чтобы все чувствовали себя частью одного дружного коллектива. 30 детей, да, на смене? Сколько? Нет, будет больше. На пиратах около 60 детей. Да, сколько преподавателей? Преподавателей на каждый отряд из, допустим, из 15 человек трое взрослых. То есть достаточно, ну, хороший такой охват, плюс те люди, которые ещё у нас, у каждого из руководителей, да, у нас нет отряда, но мы каждый свою роль тоже играем. То есть взрослые люди, дети там не знают меня, как Юлия Александровна, допустим, они обращаются ко мне, там, как, допустим, сеньорита Анжелика, да, там я буду дочерью чёрной бороды Эдварда Тича. Вот, и у каждого такая своя роль, и мы курируем ещё эти группы, получается, сами команды, да, сами отряды. Поэтому у детей, ну, то есть взрослых, как минимум трое, да, ну, плюс вот четвёртый точно из руководящего состава ещё. В конце вот этой образовательной программы какой-то документ, я не знаю, сертификат? Ну, сертификат, конечно, выдаётся об участии в смене. Для портфолио, да? Да, обязательно. Это мы специально делаем, разрабатываем с логотипами, с красивыми, то есть детям на память то, что будет вот в рамочку, не стыдно поставить, и как тёплое такое воспоминание, и для портфолио в том числе, это детям очень приятно всегда получать. Вот эта смена уже стартовала, я так понимаю, что тема путёвок уже закрыта на эту смену, но будет следующая, она будет посвящена Звёздным войнам. Когда она начнётся? Да, это космическая тема, она начинается 30 июля, вот, и там буквально немного осталось путёвок, то есть если вот решать этот вопрос о том, чтобы ребёнок попал на смену, делать это уже сейчас. Что интересно в смене Звёздные войны, то, что мы делаем её в сотрудничестве с Альфа-каналом, и те профессионалы своего дела, которые работают у вас, они обучают детей, которые будут на смене, основам операторского искусства. Техники ведения вообще программ, мероприятий, да, то есть навыки ведущих, телеведущих, то есть прямые эфиры можно делать с домом. Затем техника речи, ораторское мастерство. Ну, сейчас мир очень открытый, современный. Дети знают прекрасно о том, как делать свои видео, там, как их выкладывать в YouTube. А тут у нас получается, что взрослые люди добавят мастерства детям, то есть это профориентационный, очень сильный компонент для смены. А этого так не хватает в современной школе, где, ну, теория достаточно далека от практики, да, и то же самое происходит потом дальше в высшем образовании. А тут уникальный именно способ это все совместить. Спасибо большое, Юлия Латыпова, автор образовательных языковых смен лагеря «Линбо-лидер». У нас сегодня была в студии, мы говорили о том, что 19-го Юля стартовала первая смена, это «Пираты Каримского моря», впереди еще одна «Звездные войны». И у ребят есть уникальная возможность летом не забыть язык и подтянуть свои знания на самом деле. Спасибо. 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 Спасибо.